всем привет я хотела одеться но потом подумала мне же подарили новый халатик на день рождения и покажу его это victoria's secret такой пушистый халатик здесь написано angel такой станок толстенький халат очень честно говоря он очень приятного ночи мягкий мирославочка всегда говорит никакая мягкая прохожу мимо нее обнимают меня но честно говоря вот этот поясок я бы заменила потому что он очень толстый как-то странно смотрится да и вообще вот эта вся часть очень очень плотноватая но он мне понравился всем приятный халатик после душа сразу накинула и пошла все приятно но он посмотрите поближе сняла вам аплазит я не знаю выпадает я думаю после первой стирки интересно что с ним будет ну об этом я скажу потом а пока просто скажу что пока очень рада я решила снять три видео во всех этих видео будут только мои руки в кадре поэтому я не буду каждый раз к новому видео делать подводку просто скажу что видео будут о кистях для макияжа о тональных кремах и о карандашах для губ покажу парочку для глаз тоже потому что они у меня есть но отдельное видео точно снимать не буду потому что у меня один или два карандаша для глаз не помню поэтому для губ перед сегодняшним видео скажу интересную посмотрела передачу про шампуни для волос как их подбирать как мыть в общем все это было бы не интересно если бы не одно но услышала что шампуни не могут обладать действием не укрепляющим мы не стимулирующим рост например там но для того чтобы это подействовало если вдруг там даже какие-то есть элементы для того чтобы волосы начали расти или укрепляться нужно подержать шампунь 40 минут чтобы эти вещества проникли в под кожу головы и вот мне теперь стало интересно если так то зачем тогда мы все гоняемся за этими бессульфатными шампунями то есть я слышала уже такую версию что в этом тоже ничего страшного нет сульфатным шампуне главное смывать быстро не держать на голове ну то есть эти три минуты которые мы держим тоже не имеют никакого значения 40 минут нужно держать но это же никто не будет делать правильно такими свойствами наверное обладают только маски или несмываемые средства просто хочу сказать что я везде нахожу противоречия вот услышишь здесь одно потом прямо противоположное тебе говорят совершенно другой человек и вроде бы все они врачи трихологи ну неважно в любой области просто все все знают но почему-то все противоречат это всегда встреча в цитатах и поэтому я их не люблю есть только несколько цитат которые я не знаю измельства хотела сказать вот я их запомнила мне не как-то близки до сих пор все остальные цитаты они всегда одна цитата противоречит другой всегда можно найти что-то такое прямо до боли тебе подходящее услышать другое подумать ну так это же тоже правильно только она почему-то нейтрализует ту которая тебе тоже нравится вот если с цитатами это как бы так все попроще то с такими средствами которые мы используем для кожи и там для волос не важно это уже как-то чуть посложнее но это просто такое отступление совершенно не имеющее отношение к сегодняшнему видео я сегодня мы о карандашах поехали итак у меня совершенно немного карандашей вот столько не знаю много ли это или мало для одного человека и вот еще такой стаканчик тоже с карандашами давайте рассмотрим вот помните я вам говорю что хочется выбросить все оставить самые красивые это конечно виктория бэкхэм посмотрите как они выделяются среди всех мне кажется я была права и раз уж я стала говорить о виктории бэкхэм с них и начну потому что считаю что это самый лучший карандаш и так это два карандаша от виктории бэкхэм которые я считаю самыми красивыми самыми качественными самыми нужными у меня оттенок 2 и 3 это двоечка это троечка они отличаются они оба нюдовые только этот более розовый это более коричневый универсальные оттенки подходят мне кажется под любую помаду красивая упаковка колпачок открою вот так выглядит и в дереве почему я люблю дерево только дерево потому что все остальное шатается в этика какой колпачок еще внутри вот очень хорошо держится единственное что он вот тут какой-то непрочный ну может быть это тоже какой-то прикол для посмотрим еще карандаши в дереве вот например вот этим это карандаши от сислы тоже их люблю но меньше чем викторию потому что они не такие мягкие вот такой карандаш здесь вот такая честно говоря вообще не понимаю зачем эта кисточка мне кажется ненужная с этой стороны такие карандашки наверное я должна делать сводчи да давайте будем слушать итак я забыла те показать давайте вам еще и те покажу тоже видите как рисует сразу очень ярко красиво это оттенок руби это оттенок шоколад давайте еще эти это номер два видите он не такой яркий но этим он и мне нравится тут слишком много цвета все-таки для губ недавно ко мне пришла подруга и у нее был карандаш нюкс я говорю ой покажи какой интересный карандашик нарисовала на руке мне так понравился гривой дух хороший по мягкий такой игры на губах попробую а на губах нет не такой уж и мягкий поэтому в очередной раз убедилась что вектории просто круче следующий карандашик попался мне вот этот это и стала удар до в 01 pink это по моему самый популярный карандаш все его любят кроме меня нет он рисует неплохо неплохой карандаш посмотрите какой оттенок красивый и рисует хорошо но посмотрите вот то что я говорю видите совершенно не прикреплен туда вот я терпеть просто это не могу и я не могу пользоваться таким карандашом просто жутко раздражает ну кроме этого пожалуй никаких претензий у меня больше нет отличный цвет красный суд следующий карандаш это карандаш кика милана который мне тоже нравится нравится его цвет вообще мне все карандаши которые вместе они мне нравятся все эти как хорошо рисует он немного теплее чем карандаш от и стала удар но у меня единственная только претензия вот с этим видите шатается ну не люблю я что делать не должен такой быть карандаш номер 302 кому нужен сохраняйте следующий вообще заметил что мне в основном карандаши все вот такие розоватые какие-то все на одно лицо дальше карандаш тоже очень красиво это карандаш от марка джейкобса есть у него конечно кое-что сейчас покажу из недостатков у меня оттенок ханимед вот такой он красивый это выкручивающийся карандаш давайте вот сюда нет давайте вот сюда он очень гладкий такой мягенький рисует очень хорошо такой не совсем яркий для нюдовых помад отличный так а чем же мне не понравился давайте покажу этим сломался это конечно просто просто жутко раздражает не хочу такую карандаш но он очень красиво я не очень люблю выкручивающиеся карандаш и они смотрятся тоже хорошо здесь вот когда они лежат кстати смотрится лучше чем когда в паночке карандаш от романовый мейкап очень понравился а у меня опять это ненужная кисточка не знаю зачем она здесь лучше был бы аппликатором гораздо лучше но вот так они делают это оттенок у меня фэшн гелл давайте посмотрим насколько гелл фэшн смотрите как хорошо рисуют но к нему мне тоже нет никаких претензий тоже один из моих любимых вот пожалуй даже с викторией бэхом вот они два любимых карандаша виктория бэхом как-то потуха на самом деле они и такие прям уж незаметные не знаю почему так как-то не удалось мне нарисовать правильно вот смотрите какой хороший оттенок он пока новый он пока еще держится но я знаю что он будет вот видите усохнет и будет шататься пока очень люблю следующий карандаш тоже очень хороший кстати сармы вот карандаш xr мы называется стрипит и л-03 кажется это название не знаю другого не могу найти здесь так вот давайте посмотрим написано увидела сделано в германии в чем сказать что большинство карандашей делается в германии дорогие диковые вы как я страшно нарисовал но тем не менее вот такой свотч тоже люблю этот карандаш хорошо он рисует очень мягкий но тоже выкручивающиеся здесь еще есть вот такая точилочка а здесь здесь кажется ее нет карандаш от шарлотты тилбери название наверное уже его даже не смогу вам сказать нет название ну такой карандаш коричневый все они все на одно лицо мне карандаш вот я так не делала теперь видно но этот более с розалиночкой вот хороший карандаш очень красивый тоже его люблю это же он хорошо рисует но вот так 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 нехорошо это так цвет хорошая упаковка тоже красиво не знаю как вам сказать сохранять потому что цвета не могу найти единственное что вы можете посмотреть у меня в инстаграме может быть найдете так потом карандаш от кайли валентин называется мне это было в наборе нас тут сразу ну посмотрите что за ужас так 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 что же вообще цвет красивый и еще знаете что тоже не держится очень просто треш как мне нарисовать вам так ну вот нарисует хорошо смотрите прям супер карандаш прям оттенок такой яркий но как им пользоваться конечно когда я на губах рисую себя же не наклоняю так когда шум я рисую так сверху смотрю в зеркало то есть он мне так не выпадает конечно это не так неудобно как я вам сейчас показываю swatch но вообще приятного мало так urban decay оттенок круз многие мне его хвалили по совету купила вот он тоже такой же и я от него и вообще не в восторге мне не нравится это карандаш он слишком мягкий какой-то прям пластилиновый так рисует я его оставила из-за цвета потому что в принципе я редко пользуюсь таким сиреневым каким-то оттенком ну пусть будет но вообще я его не люблю следующий карандаш это тоже карандаш которая совсем недавно купила это пальма вы называется а то выбором тоже красивый дизайн мне нравится такие лаконичные карандашики черные просто здесь цвет итак давайте где у нас тут место еще вот сюда вот я хотела купить еще другой оттенок он более розовый полно решила вот этот потому что такой холодный нюд холодный очень красивый нюд неплохой карандашик но он не такой мягкий как мне бы хотелось но в общем-то неплох такой карандашик от make up store называется так как называется черри мат вот такой матовый карандашик рисуем вот рисует он достаточно хотя нет нормально рисует я уже забыл даже какие карандаши я так редко использую вот этот карандаш но вообще практически не пользовалась никогда не только знаете достаю точу и все так он деревянный кстати очень хороший но такой мягкий как мне бы хотелось неплохо следующий карандаш это карандаш от байтери честно говоря очень радовалась когда его купила у него красивый дизайн темно-синий карандаш но вот он тоже такой шевелится весь давайте сюда что уже не знаю куда писать рисует очень хорошо очень ярко может быть для губ даже чрезмерно яркий цвет такой какой-то для котов ну в общем то неплохо опять таки неплох номер восемь вайн делает этого достойки карандашик вообще я уже повторюсь наверное что все карандаши я могу про все говорить что да они все не неплохи но то что они так отслаиваются потом или сохнуть я не знаю что с ним там происходит мне это конечно очень нравится следующие карандашики это карандаши от armani назвала их всегда своими любимыми меня 5611 очень хорошие карандаши прекрасно отдаются тоже пожалуй скажу что это до до сих пор мои любимые у меня просто оттенки очень яркие и так как я им сейчас редко пользуюсь как то вот так вот у меня немножко приоритеты сдвинулись на общих карандаш хороший и вот помните ну те кто со мной давно помню когда я купила здесь была вот это не знаю как называется штучка которая антивор я ее оторвала и вот вместе с ней оторвалась часть карандаша так это мне не понравилось я вообще терпеть не могу эти штуки поэтому не люблю покупать вообще в магазинах а когда заказываешь этих антиворов нигде не бывает давайте сделаю сводчем 1 карандаш номер 6 потом номер 5 ой немножко размазала неправильно держала при мягкий очень хороший карандашик и последний номер 11 сушь ты чё что-то не какие-то вообще мягкие стали может быть я неправильно рисую ну-ка если вот так чрезмерно мягкий может быть со временем стали такие не замечала раньше за ними такого в общем вот дальше карандаш от berberi номер 07 bright plan сливовый тоже такой уж смотрите если мне будут все такие ну вот тоже в принципе нравится по дизайну красивый но то что он так отслаивается не люблю и знаю как вам но мне портит настроение такие вещи давайте перейдем к карандашам от манри про них много 105 106 109 и 108 давайте в том же порядке и и буду показывать вот кстати этот карандаш похож немного по цвету на вот этот давайте его рядом с этим и где же он был вот он так давайте сюда но это покрасивее поярче цвет посочнее но хотя смотря какая у вас помада есть если ваша помада такая не яркая то конечно такой оттенок и не нужен будет это был оттенок 105 теперь 106 тоже немножко все-таки наверное да они со временем становятся какими-то очень мягкими не знаю ну вот то что мне не нравится здесь тоже есть 109 карандашик а цвета и рисует хорошо это по-моему гелевые карандаши если я не ошибаюсь до гель гель лепенцом написано и вот такой карандашик но если говорить что склоняюсь каким то конечно же к обычным карандашам не гелевым ну и плохого не сказать тоже не могу теперь карандаш от бьюти дракс три карандаша у меня так вот такие нюдовые карандашки смотрите ведь совсем маленький этот остался такой не так часто используемой где же смотрите ваши цвета так 0602 и 03 давайте с вот этого самого темного шестерочки так вот такой карандаш вот так то что я не люблю тоже есть они похожи в принципе с манли про потом так не знаю почему так сыпется крошится может быть все от было мне вовремя кому-то подарить а я как кощей на златом чахну никому ничего не отдаю вот красивый оттенок это номер 03 да красивый хорошо рисует кстати тоже свете все одинаковые да у меня какие-то все оттенки еще один оказывается у меня был карандаш от калия такой популярный оттенок канди к так тоже вот такой и вот и тоже вот такой кстати я очень часто слышала что многие говорят что с ее карандашами такое происходит давайте сюда оттенок очень симпатичный он будет носиться думаю не люблю слово носибельный это совершенно не про косметику мне кажется слово дурацкое давайте еще вот этот покажу карандаш кто же очень его люблю это medium кевин айка вот тоже очень красивый карандаш кто любит нюд вот пожалуйста на него обратите внимание это же симпатичный обычный карандаш а еще но правда вы его не сможете уже купить но это был один из моих самых любимых карандашей от гаранс это 08 провин и давно его уже нет давайте сюда ко всем вот видите какой хороший мягкий хороший карандашик но правда не тоже есть у него это но не так сильно например как у час я показывала убить и дракс вообще сильно отходит здесь не так маг карандаш я не люблю маг не люблю эту марку вообще но каким-то образом появился нет карандаш но это обязательно и слишком заточило остро поэтому они такой отваливаются этот карандаш скорее для слизистой вот потому что губы такие белые я не знаю они не нужны как он называется не знаю но вот читайте и на что-то там какое-то странное слово для меня не знаю как вот смотрите если для слизистой вот такой еще можно карандаш использовать это от вераше как он скорее всего один такой даже не стоит искать названием вот а давайте его рядом но это совсем такой беленький вот но он очень хороший рисует хорошо покупал его посоветов лодинки из токио правда почти не пользовались так а еще мне такой есть белый карандаш от живанши но совсем твердо но очень белый прям если нужно вам как-то выделить глазам двоечка это так живанши так и вот этот карандаш сделан в чехии в чехии тоже делаются карандаши в основном германии чехи давайте еще вот этот карандаш и конечно же покажу это ева это по моему самый бюджетный карандаш у меня так бюджетнее ну и в раши наверно дату на бюджетный и вот этот очень его люблю я знаю что его многие любят его мозаика флирт называется так ну давайте вот здесь будет флирт с этику красивый очень советую его купить даже если вы любите люкс как я у меня он есть я им пользуюсь кажется это третий уже карандаш у меня немножко про него подзабыла но вообще очень хороший люблю еще у меня есть карандаши от manly pro это вот этот не для бровей получается тоже его можно сюда покажу вот здесь его вот уже использовать как каял для слизистой глаза слизистой как она называется сейчас скажу что там так номер 103 и 103 а это для бровей карандаш так а здесь что написано да для глаз а вот этот для бровей давайте для бровей посмотрим совсем не видно вот такой для блондинок очень хорошо но правда гелевый не совсем мне нравится эта текстура гелевая мартин еще есть вот такой тоже для бровей давайте его сюда вот знаете такие карандаши хорошо для фона вот просто фоном рис не рис не струбровки выделите очень хорошо получится потом сверху нарисовать отдельно уже волоски красиво волоски можно прорисовывать знаете чем вот например этим лортенбери карандаш у меня есть такой вот светил тоненький вообще очень хорошо рисует но для меня сейчас он слишком рыжий никак не подходит он но я все равно не расстаюсь и вообще такая плюшки ли не расстаюсь ни с чем брюне от magic pro а еще есть вот такой карандашик у меня от иллюзор но это кажется для глаз уже карандаш до коричневый для глаз вот какой тоже неплохой но тульми дизайн его не нравится не знаю что ты не пользуюсь совсем еще есть вот такой карандашик от живанши это тоже для бровей для бровей видите все я отложила этого так вот можно рисовать но немножко жестковат но в принципе неплохо для блондинок тоже а вот не для блондинок давайте вот сюда так так видите хорошо рисует но я вам не скажу как его имя потому что уже все стерлась сточила название так еще карандашик это тоже для глаз смотрите это вообще просто ужас ужасно это самый ужасный карандаш он вообще прям какой-то твайтери для глаз давай куда тебе давай сюда он безумно конечно красивый посвящено сколько блеском от красивый но неприятный блеска много то что он вот такой вот страшный но все равно я его держу потому что знаете я не пользуюсь же конечно в облачной жизни такими карандашами часто но так как он у меня есть выбрасывать не хочу иногда иногда редко пользуюсь еще давайте покажу вам для глаз карандаш у меня есть 20 карандаша это Dolce & Gabbana оба карандаша очень их люблю вот этот вот просто супер карандаш я вам сейчас скажу это номер 3 пикок очень красивый давайте вот здесь вот смотрите какой ядреный цвет он на свету просто великолепный очень красивый глубокий оттенок так вот этот он тоже для слизистый и вот это тоже очень красивый но имя очень-очень редко пользуюсь практически можно сказать уже и не пользуюсь но всем не отдам никому пусть лежит тоже красивый так а у тебя какое название номер 21 здесь вот эта губочка честно говоря тоже ненужная еще есть у меня любимый карандаш от шанель это водостойкий карандаш название такое даже стыдно произносить номер 10 скажу так отвалилась отсюда крышечка просто потерялся здесь точилка на самом деле вот и вот он тоже механически люблю эти карандаши но вот у меня такой холодный этот оттенок я его редко использую его знаете как хорошо использовать тоже для внутренней стрелочки очень хорошо мне растекается и прокрашивать межресничный ряд очень хорошо прям идеальный карандаш ну то что он холодный конечно ему не делает честь ну и покажу еще чем я рисую брови вообще не люблю я его общем нелюбимым увидеть еще и сломан в общем три карандаша таких один целый один такой сломан и еще от него маленький я его с собой ввожу в путешествие куда-то если еду и давайте вот сюда ко всем вот так вот рисует тоже тоненькие такие штрихи но знаете вот на руке он лучше рисует чем на бровях все-таки немножко по-другому и к нему такой нож специально нужно покупать сточить его здесь сначала вот так дергать за ниточку все это прессованный картон здесь какой-то так отрикаешь потом точишь так на пальчики потом еще отдельно его на бумаге затачиваешь короче столько возни совершенно не нужная вещь я его больше никогда не куплю и еще анастасия вы роли хиллс это карандаш для слизистой для того чтобы контур губ выделить для бровей ну под бровью выделять в общем он самый крутой карандаш тоже его очень советую такого цвета видите не такой яркий он прям приглушенный как консилер он даже больше очень хороший вообще я очень люблю марку даже скажу другое слово скажу уважаю марку вот так вот карандашик пожалуй это все что вам хотела показать вернее не пожалуй так и есть это все всем спасибо надеюсь это видео было полезным мне бы наверно точно пригодилось всем пока пока